Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. Моя соседка бросает все дела, идёт в храм, а её родные этим недовольны. Разве так необходимо бросать все домашние дела и идти молиться? Что такое должно быть в твоём доме, чтобы эти два часа, проведённые тобой в храме, так сильно повлияло на его благоустройство? Ты в дворце живёшь, у тебя 47 комнат, и ты за эти два часа могла прибрать как минимум 7 из них, а теперь всё, хаос, энтропия, всё в пыли, мраморные статуи покрылись слоем пепла? Что за претензия? Мне непонятно на самом деле. У человека после молитвы будут крылья, будет мотивация дальше жить, работать, быть хозяйкой, женой, матерью. Если вы не даёте женщине побыть наедине, побыть самой собой, с Господом Богом, уйти в другую реальность, которая лучше, чище, которая её ставит на ноги, то вы человека с ума просто сведёте. То что? Женщина должна свестись только лишь к функции домохозяйки, половой тряпки, которая трёт, моет, моет, трёт. На два часа, видите ли, пошла в храм, надо бросить все домашние дела. Но есть ещё как минимум 10 часов в течение суток, которые ты мог бы потратить на бесконечное перетирание полочек и ручек в твоей шестиметровой кухне. Что надо дома делать, чтобы служба тебе помешала что-либо закончить? Ты готовить постоянно должна? Ты на трёх толстяках женилась? Надо бесконечно готовить, готовить, мыть, готовить, мыть, готовить, готовить, мыть, прибирать, вытирать, ротики им вытирать. Бесконечно они пожирают пространство. Гальтольеры. Тебя в мужья достались. Вообще как бы многомужество запрещено в христианской традиции. Или у тебя один за троих. Тоже, думаю, ситуация не такая. И может быть, у тебя мама престарелая, которая уже с какой-то деменцией лёгкой, может быть, и сложной, которая требует постоянного, круглосуточного, ежеминутного, ежесекундного присутствия. Ты вышла в другую сторону, в другую комнату, и ты уже виновата. В туалет зашла, побыла немножко дольше, чем маме кажется. Это уже как бы предательство её интересов. Меня мог унести дракон, где ты была. Бывают же такие ситуации, я их не придумываю. Если у вас такие токсичные отношения, то всё равно надо как-то выстраивать какие-то границы. И чтобы не сойти с ума в течение нескольких месяцев от постоянного отсутствия какой-либо другой реальности твоей жизни, то необходимо и в храм сходить, и в парикмахерскую, и в магазин, и в театр, и на концерт, и просто по парку погулять. То есть, находить людей, которые могут заменить тебя, если у вас есть лежачий домой в доме. Это очень важно, потому что это безумие какое-то. Считать, что у человека физические, моральные, психологические силы должны быть сами по себе. В силу этого возраста. Мы знаем, что человек ломается психически, это будь ты богатырём. Ты будешь, как ранний лямур, иметься, лежать на печи 30 лет и не встанешь. Всё, у тебя вегетососудистая дистония, у тебя депрессия, у тебя нет сил не то, чтобы встать даже жить. Так что, дорогие мои, спасибо, что человек находит силы идти в храм, там молиться. Потому что Господа Бога не всегда имейте с собой. Нищих всегда имейте с собой, говорит Спаситель. Да, надо о них заботиться, но и Господа Бога не забывать. Да, надо заботиться о бытии, о детях, о муже, о престарелых родителях, о работе, о доме. Но у тебя не будет сил, если ты не будешь с Господом Богом. Без меня не можете творить и ничего же. Человек уйдёт в эту реальность, получит благодатные силы и снова вернётся в свою повседневность. Снова будет перетирать эти полочки, домашние дела осуществлять и быть вам прислугой, как вы сильно этого хотите. Не запрещайте молиться своим женам, мужьям. Не думайте, что если они перестанут молиться, то всё это освободившееся время они потратят на пользу семье и обществу. Поэтому радуйтесь, что ваши жёны молятся, радуйтесь, что они имеют источник обновления сил. Здесь, конечно, я уже буду заканчивать ситуацию, когда человек действительно всё отодвигает, все свои обязанности, всю свою ответственность. И говорит, всё, я молюсь, не трогайте меня. И не решает проблему, а просто её закрывает. Так тоже нельзя. Нельзя оставить некормленного ребёнка, бабушке, которая не умеет перепеленовывать, сказать, «Всё, я пошла молиться, не трогайте меня». Или ты стоишь даже дома с молитвословом, тебя что-то просят помочь, ты говоришь, «Я молюсь, вы что меня отвлекаете?» Так нельзя. Есть и такие ситуации. Но я желаю всем здравомыслия, и молящимся желаю не перемолиться, и молящимся желаю молиться чуть почаще. И всем тем, кто живёт рядом с человеком, для которого важно не только что поесть и где поспать, но и какая-то вертикаль у вас в жизни есть, будьте уважительны к этому мнению. Дайте человеку быть свободным, в том числе и от вас хотя бы несколько часов в день. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!